Давай. Давай. Павел. Да, добрый день. Павел, вы кто? Павел из Лоскарино. Лоскарино, прекрасно. А вы кто в конфликте будете, вратарь или тренер? Вратарь, вратарь, конечно. Значит, Павел... Хотя и он вратарь. Действующий вратарь, хорошо. Или тренер. Так, Павел Акинфеев у нас. Павел Акинфеев и Дмитрий Черчесов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вы будете выступать со стороны главного тренера сборной. Хорошо. Ну, скорее всего, по слухам в прессе, конфликт начал вратарь сборной России. Игорь Акинфеев. Поэтому, Павел, вам слово. То есть, обращаться как к Дмитрию или как к Станиславу? Вопрос. Как к Станиславу. Смотрите, Павел, вы теперь Игорь. И вы, соответственно, ругаетесь со Станиславом. Хорошо. Станислав Саламович. Ну, почему вы так себя ведете? Ну, зачем? Почему от игроков не брать тех, которые ставили нашу команду? И почему отношение такое просто какое-то нехорошее к нам? Станислав Саламович. Он же Дмитрий. Да, да. Отвечайте. Почему? Я вопрос задал обратно, Игорек. Кто именно Игоря не устраивает? Меня не устраивает атмосфера, которая складывается в команде. Ага. Так, атмосфера. А кто вам за атмосферу должен в команде отвечать, Игорек? Не капитал команды ли, а? Стасик, ну, по идее, должен отвечать, на самом деле, главный тренер. Он на то и главный тренер, чтобы отвечать за все. И иметь все, так сказать, как осминок, образы правления в своих руках. Не так ли? Ну, подожди, Игорек. Смотри, у нас команда практически новая. Мы готовимся к чемпионату мира. Ребята пока еще друг друга плохо где-то, может быть, занавят. Еще где-то, может быть, не общались. Все наладится. Не волнуйся. Сейчас мы к этому идем. Ну, значит, плохо общались. Играем в одном чемпионате практически все. Ни одного легионера. Все, кто вдруг узнает. Ну, вы же в разных клубах. Я вот, например, когда играл в Австрии, тоже не сначала с игроками хорошо общался, но потом с Авлевенем когда сходили в баню с ребятами, сразу все было хорошо. Станислав, ну, я думаю, что все-таки лучше вам тренировать вратарей. Ну, подожди, Игорь. По поводу вратарей у нас есть отдельные специалисты для этого. Моя задача тренировать команду. Мы новую Зеландию обыграли? Обыграли. Зачу чуть не хватило нам с португальцами и с мексиканцами. Новая Зеландия не Португалия. А видели, как я в матче с Мексикой все сотворил? Ну, подожди. Так а что получается? Мяч летит пять секунд. Ты даже выйти не можешь. Его в руки взять. У тебя руки для чего даны? Я в свои годы такие мячи просто забирал ловушками. Давайте вспомним Португалию. Я ведь на групповом турнире был лучшим вратарем по отражению. Ну, знаешь что, я в Австрии тоже был лучшим. В Австрии? Когда? В 90-х? Ну, знаешь что, давай сейчас не будем в 90-е. Я все-таки заслуженный мастер и в данный момент главный тренер. И мне решать, кто будет сыграть. А я легенда российского футбола. Ты легенда? Легенда. Ты легенда. Ты даже за границей не побывал ни разу. Легенда. Ты все уже профукал. Ты понимаешь, что в свой возраст уже все-то никому уже не нужен. Если я в России легенда, я в России легенда. Так что... Вот именно, что ты легенда России. Вы все тут легенды стоите, рассказывайте, сколько вы тут зарабатываете. А играть кто будет? Ты спец-то где? Став, начинается повышаться голос. Да, да, да. Вот так вы ведете со всеми игроками свой диалог. Потому что со старшими нужно уметь разговаривать, Игорек. Со старшими? И уважение должно быть. Конечно. Я тебе старше. Ты еще под стол ходил, когда я уже чемпионом России был. А ты сейчас мне высказываешь тут. Ничего себе. Ну, вы можете меня удалить. И кто встанет на ворота? Знаешь, это уже я буду решать как-нибудь сам отдельно. Ну, вы будете играющим тренером, Станислав, тогда, получается. Если вы тогда легенда, и можете все. Я свое уже отыграл, о тебе могу сказать. Моя сейчас задача ставить вас на путь истинный, да. А путь истинный? Ну, путь истинный, да. Возможно. Но, к сожалению, я все равно остаюсь при своем мнении, что тренер должен быть тренером. Он должен создавать семью в коллективе, а не говорить о том, чтобы кто хуже, кто лучше, да. И оставлять за бортом игроков, которые делали из этой команды что-то. Так, знаешь, давай мы сейчас как сделаем? Сейчас впереди отпуск, ты переспи со всеми этими мыслями. И потом мы с тобой после отпуска пообщаемся. Хорошо? Ну, я думаю, тоже вам надо отдохнуть в астре где-нибудь. Время! Время! Time out! Break! Break! Брейк, ребята! Павел, Дмитрий, спокойно, спокойно. Ребята, спасибо вам большое! Это было очень круто! Включите аплодисменты нашим ребятам и Павлу, и Дмитрию. Дмитрий!